всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стечь и я на этой неделе хочу повышевать свои розочки на заборе но и заодно вам покажу как и что у меня будет двигаться я сейчас переставлять пяльцы не буду вы видите на каком этапе я сейчас я буду стараться вышивать куски которые пока еще могу вышивать не переставляя пяльца буду двигать вот вот эту часть видите тут как бы на так такой кусочек вот здесь еще у меня есть проплешины будем говорить так вот с этой стороны у меня тут такой кусок я могу смело смело а кстати вот я почему-то тут забыла что-то здесь у меня еще странно видите вот сейчас только увидела маленький на один цвет какой-то я оставила и не вышивала даже странно надо вот здесь вот эти промежутки я не люблю помните вам говорила вот по одному крестику но девочки города забор же не сплошной просвечивается но у правда да вот если я смотрю через камеру то выглядит да как будто просвечивается но когда я просто так смотрю мне совершенно это место не нравится да такие дырочки и вот здесь у меня еще в общем ребят я буду смотреть пропускать вот такие вернее вышивать вот такие проплешины где где вот у меня есть там по два по три крестика вот здесь вот здесь то есть такие моменты но и соответственно вам буду показывать посмотрим как пройдут мои вышивальные будни это будет у меня неделя именно неделя сколько я успею выше 2 дня за эту неделю буду вышивать или там 7 дней или 5 дней не важно но это будут именно мои будни не так как я снимаю вышивальную неделю я вам показываю конкретно именно 7 вышивальных дней то есть может быть и две недели у меня могут пройти и три недели но я вам показываю именно 7 вышивальных дней а здесь я показываю именно свои свою неделю и сколько раз в неделю мне удается сесть за вышивку и какое продвижение у меня будет сегодня я начинаю стартовать мы посмотрим что у меня получится какие у меня будут вышивальные будни встретимся с вами в следующем включении она произойдет буквально через секундочку следующее включение вчера повышевала отчитываюсь на самом деле смотрите ну не знаю немного я вышила хотела промежутки пустые помните вот здесь и оказывается это так и должно быть как я говорю мне немножко глаз режет я бы хоть полукрестом каким-то вот и за забила бы эти пустоты но вроде ладно то забор прозрачный все понятно но посмотрим что будет в конце в общем я вышила вот этот вот кусочек немного по схеме давайте посмотрим что у меня тут я даже немножко по зачеркивала в общем вот отсюда я пошла до так вот так вот ребят небольшой кусочек не знаю крестиков 200 300 ну как вышло так вышло как получилось но я решила что знаете все равно раз уж я взялась эту неделю за свои розы но я не хочу хочу останавливаться с тыковкой почему потому что я хочу все таки ее до октября до хэллоуина вышить и я немножечко еще добавила вот даже у меня иголочка тут видите добавила ниточек ну небольшой кусочек но все равно хотя бы продвигаюсь в принципе тыковка вышивается легко и можно съесть да выше там за пару денечков я так думаю но если есть время вот но я поэтому решила что я буду вышивать розы и буквально когда мне уже надо идти отдыхать вечером я буду брать хотя бы по две-три ниточки ниточки короткие здесь не не длинные вот вы видите я смотрите в два сложения три крестика черных да вот вот он вот она ниточка такая длина то есть буду вышивать вот таких две-три ниточки чтобы все-таки как-то продвигать и свою тыковку ой на я просто балдея от этой тыквы я балдею ребят 2 будет тоже шикарная ладно все выключаясь отключаюсь встретимся с вами через секундочку в следующем включении покажу что я вышила я вам показываю свои будни да не вышивальную неделю вышивальная неделя это я показываю когда я действительно 7 дней вышиваю но это неделя моя может затянуться и на две недели и на три а будни я показываю то что я успеваю вышить буквально за короткий промежуток времени за часик там когда у меня есть вот буквально там несколько минут для того чтобы повышевать не часов даже да но и продвижение все равно есть и я их показываю для того чтобы вы видели и для того чтобы себя немножко как-то пободрее чувствовать знаете чтоб кто-то пиночков дал ну пиночки пиночками пиночки мне дают но к сожалению в сутках 24 часа и отдыхать тоже надо так как работа у нас не из легких так ну что я вам покажу что это вышивала я вот немножечко вот эту часть продвинула вот здесь добавила крестиков зелененькие бежевенькие соединила все у меня хорошо тут соединилась потому что я шла и сверху и снизу в общем здесь вот не знаю что тут у меня листик забор кусочек ну в общем надо вот эту часть до вышивать здесь немножко забор будет до сих пор даже вот так да наверное вот так буду стараться сейчас это тоже как-то заполнить я всегда говорила что я хочу вот эти пустые крестики заполнить у розочки все руки как-то не доходят почему потому что девочки я очень поздно начинаю вышивать и там белым цветом надо я боюсь ошибиться поэтому я беру стараюсь брать контрастные нитки для того чтобы мне хотя бы видеть где я и что я а вот беленькими ниточками я конечно могу вышивать только при дневном свете при лампе я совершенно не могу но можно но будут ошибки будут кривые крестики я плохо как-то вижу надо вообще очки уже заказывать хотя я вышиваю через лупу но я чувствую что уже пора заказывать очки так ну супа это я продвинула и я как всегда как раньше вернее вам сказала я стараюсь брать мою тыковку хэллоуинскую хоть по одной ниточке коротенькой хоть как-то но я ее тоже стараюсь двигать и сейчас я вам покажу как я ее продвинула как вы видите я немножечко ротик черная ниточка но это так по картинке принципе понятно что это ротик вот здесь я до пошла вот эту часть и немножечко блендом это ниточка бленда немного но я вам говорю что я вышел вот две ниточки говорю как есть одна ниточка бленда прошла и вторая ниточка черная все больше я к сожалению ничего не успела вышить и я пошла уже спать отдыхать так ну что буду показывать вам через буквально секундочку следующее включение надеюсь что мне удастся повышевать чуть-чуть побольше уж больно мне хочется розы свои как-то продвинуть ксюша арчи начала практически со мной вместе ну может быть я там на каких-то на недельку может позднее начала вышивать но она уже закончила я даже вообще как топчусь на месте так и топчусь но конечно я все понимаю ладно все и я свою вышью правильно заканчиваем на такой позитивные нотки и через секундочку вы увидите мои продвижения следующее мое включение вчера немножечко повышевала девочки заполняю вот эту часть вот вы видите вот вот эту дырочку не знаю но вчера как-то я такая уставшая была и на самом деле не очень много вышло ну как есть да главное что я двигаю и хоть две ниточки хоть три ниточки хоть сколько но я двигаю и так постепенно знаете не неожиданно может быть и к финишу приду потому что ну у всех разное количество времени на вышивку имеется правильно ой девочки говорю правда как есть ни одной ниточки я себе такой негласно сделала план в будние дни хотя бы по две ниточки вышивать тыковку да для того чтобы она тоже концу октября продвинулась но вы видите что конец октября я естественно ничего не продвигаю вчера даже не 2 не две ниточки не вышло нисколько ну говорю правду рассказываю не ничего не скрывая так что сегодня я думаю если у меня будет время и получится я на тыковки вышью тогда двойной как бы 4 ниточки они короткие поэтому думаю что 4 ниточки я смогу выжить все розочки на таком этапе оставляю и встретимся опять в следующем включении с вами следующее включение прошло моих два последних дня я не снимала вам эти два дня сегодня показываю потому что я очень рано уходила в 4 часа утра то есть соответственно утром я вам никак не могла снять а вечером приходил уже в семь восемь вечера когда тоже темень такая ну то есть совершенно не не хотелось уже ничего снимать при таком свете я в принципе вышила такой неплохой кусочек вот этот видите все закрыла здесь все что было в общем да прошла сюда до верха довольно продвижениями в принципе как вы видите я такой неплохой кусочек за неделючку здесь закрыла да и здесь закрыла в общем за рабочие дни за пять дней так что неплохо теперь покажу вам тыковку тыковка тоже у меня в первый день помните я сказала что значит я не успела вышить значит мне надо четыре ниточки вышить следующий день и я выполнила обещание вы не думайте я вышила четыре ниточки это была черненькая вот здесь я закончила закрыла до сюда по моему ну какие-то были здесь уже крестики но не до конца и вот этот все желтое это вот было четыре ниточки и в последний день я уже вот здесь блендом закрывала но в общем то тоже хотела до хэллоуина успеть ну как вы понимаете нет конечно же я ничего не успела но с моей занятостью это еще хорошо что я вообще успеваю хоть под ниточки вышивать если честно вот так так что девчоночки все вот сделать я сделала все что обещала повышивала вам продвижение показала но вот так проходят у меня будни мои вышивальны вот так можете видеть в каком темпе я вышиваю поэтому эти работы которые у меня в процессах наверное они еще на год затянутся почти год прошел и я за год не успела хотя раньше вы знаете эти работы но можно было за пару месяцев но спокойно вышить здесь розы они вообще элементарно вышиваются на самом деле да тут и канва такая в общем просто как отдыхалочка можно сказать и большими кусками зашивы в общем легко вышивается нету там такой сложности никакой но как есть так есть эти малышки тоже на пластике мне очень нравится все на этом закрываю свои будни всем спасибо кто меня до сих пор еще смотрят спасибо что вы со мной и как всегда кому понравилось ставьте пальчики вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал